так друзья уже знакомая для не только для меня но и для вас место за моей спиной часовня показать вот она закрыта этими в общем вы поняли вот там часовня это я нашел тень от 35 градусной жары и снова кладбище и разговоры естественно на соответствующую тему я когда-то снял целую серию фильмов под названием спасите наши души предыдущем фильме 5300 какой-то сняты сегодня так только чуть раньше не рассказал где надеюсь спасти еще несколько жизней рассказал про гипотогенные зоны на обратном пути я сфотографирую именно вот этот перед переменной сменный временный пост стоит автомобиль а в нем сидят сотрудники и они значит ищут ждут когда кто-то нарушит правила его штрафуют и может быть жизнь спасут можно было спасти больше жизни и здесь а все-таки это затратное дело я вам скажу а поставить знак зная наперед что это гипотоген а они знают они не знают что такое гипотогенная зона они знают что здесь постоянно случаются аварии вот и дежурят но затратное дежурят а вы 40 километров на расстоянии поставки ограничение до 40 километров вот и люди машины биться не будут на расстоянии где-то 800 800 метров могу сказать что еще сюда метр наймите меня с этим рамками на этого никогда не будет вот наука спит чиновники спят все спит и а это его меня всегда возмущает что при этом призывает в рождаемость повышать потому что смертность превышает рождаемость там на миллион по моему каждого так давайте этот миллион то спасем давайте а другую тему и так вы поняли что на обратном пути я еще сфотографирую этот переносный знак на одном из вебинаров еще покажу и опять буду в одну точку бить 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 а вдруг однажды кто-то скажет йоу ах йоу а железов то прав а ведь вот же по стране это тысячи трагедий предотвращенных тысячи сирот тысячи инвалидов вот миллионы миллиарды потраченных денег на лечение на лекарства на на ремонт на все про все это только если взять и определить заранее где гепатогенная зона ну вот это будем считать продолжим тему другую и так стоит дикая жара утром 33 показывал это табло сейчас на 35 сейчас где-то время сколько все где-то близко пол полудню и так о чем мы бы должны говорить начинаю как всегда издаля когда я сюда приехал в это время у нас работали два леса сейчас поймете я начинаю с доля но я никогда зря не говорю и так лес промхозы по речкам сезая голубая огромная чуть ли не каждые пять минут или собозы гигантские возили гигантские распиленная этих как мы называем садоводы штамба деревьев древесина и пришла переработка весь поселок сезой половина работала там жили а на этом было много чего интересного собирали грибы сдавали собирали ягоды для японцев эти самые съедобные съедобные папоротники тоже все шло в дело как шишки для чего-то собирали вот вдоль дорог стояли стояли не сыгры стоят стояли десятки а на рынках сотни ведер с отборными абрикосами я ничего не преувеличил вот все это было потом заканчивалась как мы возьмем сейчас только одну узкую тему просто вот я вам уже по моему плешь съел за вас многие уже лысые за меня а допустим если брать тему которую я редко затрагиваю и так каждое дерево это насос для перекачки скучная тема нет сейчас окажется не скучно для перекачки влаги из почвы на небо вот понять что такое страшное случилось и что такое недопонимание и что такое идиотская школе я нисколько не преувеличил идиотская школьная программа отбивающая охоту вызывающая ненависть непризгливость к учебникам ко всей этой трехомудии вот а я вам сейчас объясню что должно быть в учебниках но мне нужны аргументы сразу просто сказать не выпиливайте лес а сейчас послушали надо тогда хотя бы относиться к этому более бережно смотрю как и так через пару лет как я купил участок дачу и в этом деревне красный хутор мимо нас ранней весной поплыли банки с вареньем банки с прям банки закатанные плыли каким-то чудом не разбившись и прям понесе и куда-то туда мальчишки хуторские а это они проплыли 8 километров вот а хуторские мальчишки их вылавливали с удовольствием с визгом ура 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 для кого радость а было уничтожено четыре или шесть домов а к тому времени уже большая часть так называемого делового леса уже по речке сезая была выпилена вот и до 49 никто не погиб на 4 дома были снесены до основания потому что все что всплыло эти же банки догадайтесь они были подпали и плавали по енисею уже пацаном руси вот это начало моего рассказа проходит несколько лет а вы уже догадались связь а с чего вдруг такой бешеный поток всего вдруг объясняю сразу потом буду как то называется нагнетать 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 этот бешеный поток из-за того что выпиленный лес перестал выкачивать влагу из почвы влага осталась поэтому по руслу этого она длиннючая там 50 или 100 километров это это самое русло вот и когда весной растаял снег питаться почву он не мог почва была влажная переполненная влагой как губка и все это покатило вниз сметая дома начало хорошее но я сейчас как глобальных тем затрону шли годы однажды повторилась а вырубка продолжалась и уже где-то лет восемьдесят назад утонула женщина значит камаз там мост был снесен это этим же половодами был снесет мост мост даже не мост мостик 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 хреновенький мостик через по нему как ездили эти большегрузы но он был хреновенький его снесло и тогда решил камазист проехать ну как бы по броду летом там в этот самый воробей спокойно переходит почти не замочил лапок а зимой он сунулся теперь перескочить это узкое место узкое ну похоже на брод камаз залила полностью я любовался на другой день на этот за утонувший камаз вот так вот представьте себе размеры камаза так вот через крышу шла вода поверх крыши а женщина он-то выпал скотина а женщина то вот с которой рядом сидел утонула утонула понимаете вот и опять кто виноват если взять изначально можно было за этот момент рубку прекратить рубка прекратили но знаете когда когда нечего стало вырубать все сложнее было все более крутые скосы склоны вот значит еще это перестройка новое мышление переход охватили управление китайцы не говоря ни слова по-русски продавали я помню мне пиломатериал вот но приканчивая все таки все сдохло вот но людей это не вернешь эту женщину не вернешь параллельно с этим в абазе тоже было наводнение там утонуло то ли 9 или 12 человек нет ни тысячи миллионов нет всего 9 или 12 человек и вот здесь по сизой задним числом дамбу сделали но я должны были сделать тогда когда если тогда были умные люди или хотя бы не такие подлые как были которые бы параллельно с вырубкой леса настраивали настраивали бы дамбу и женщина бы это не утонуло и 4 дома не снесло а ведь или то время не было такого сейчас вам дадут миллионы люди отстроятся хрен вам те годы об этом не все думали вот так же подстроили дамбу его это и там по уже по речке не понесею а по абакану вот все одно и опять позже после того как людей похоронили а я сижу на кладбище разговариваю с вами проходит время увеличивается уже по сибири красноярский край еще несколько соседних областей показывает по телевизору вырубки леса и гигантская количество вырубки леса до горизонта гигантское количество вывезено в китай никто никаких вам этих самых налогов край бы озолотился уже не так обидно и людей похоронили деньги были на похороны если край озолотился если бы это все налоги были государства нет и только когда путин дал команду фас вроде бы внезапно прекратилось вроде бы были подробности вы знаете женщина которые убить все собирались которая первая сказал караул сколько можно но уже почти такие факты потопления были были у нас спасибо плотина спасает саяногорцы они же абакана поплыл когда-то абакан поплыл с трупами когда-то сорс кто же наш хаканский город тоже было наводнение с трупами и везде везде же идешь из заготовки леса красноярск потапливался вот почему школьная программа подхожу главному что я хочу добиться чтобы пусть с нуля пусть дети пусть вырастут скажет не позволим мы сейчас плачем когда показывает растерзанную собаку вот мы плачем когда это самое я сам видел в детстве собаку мы плакали его кто-то распял на эти на прямо распял на это самое на заборе вот ужас какой-то мы плакали когда на наших глазах директор сельско-украинской школы и второй человек заход сели сторож кто помогал проволокой пробивали сердце у живой черепахи чтобы ее заспиртовать и стоял у нас человек 50 на наших глазах и мы плакали передние ряды я плакал а задние ряды кричали убийцы это было первое на моих этих моей жизни а мне было 8 или 9 лет мое первое выступление против этой системы я запомнил на всю жизнь и как нас учили бабочек прикалывать иголками к этим планшетом о как красиво о как красиво а я начинаю волноваться и так перехожу главному школьной программе сейчас секунду мне бывает это очень важные новости я же на кладбище они где-нибудь я шофер меня попросили я помогаю но я решил время терять не буду а может хоть кого-то спасу давайте тогда так подскажу главному и так школьная программа я единственный ученик на школе в классе который до 1 сентября все почти все учебники прочитывал загибать пальцы почти все математику не полностью только выбирал сложные вот эти со звездочкой задания там интересно было а остальные все эти географии астрономии там это физику химия до 1 сентября так вот почему я у меня избирательная память я все забыл а то что помню это особое что помню железо и так схема круговорот воды в природе океан стрелки вверх нарисованы тучи тучи стрелки показывают на континент на материк вот там падает вода стекает дальше реки опять стрелки в океан вот но никто ведь при этом попутно не объяснял я сам догадался что этому способствует вращение земли вот но тут не трудно догадаться и вы все конечно об этом сами догадались когда проходили в школе что не было я потом показывал в одном из вебинаров я нашел эту школьную программу я сфотографировал там не было в этом круговороте показано что именно вот смотрите перед нами лес это он испаряет влагу частично какой процент я не знаю пять десять двадцать пятьдесят вон ты рядом и не все от меня вы не все деток ядра в десяти так вот и там все как туда попадает но то что напрямую уходит в атмосферу из листьев это насосы корни это насос листья это не только не только солнечная радиация не только солнечная батарея там сколько мы эту тему я мусорил я сгорю вас уже лишняя лысина от моих этих самых рассказов плешь появляется но еще и кроме прочего а это испарительный элемент это площадь чем больше листьев тем больше площадь тем больше влаги уходит напрямую в небо напрямую и тогда когда приходит весна полились дожди затопления нет тает снег затопления нет вот чего нет вот чего чего избавили сибирь вот почему вы помните это иркутская область сколько трупов было 100 150 то ли тулун то ли возле тулуна это ужас какой-то кто связал это с этими с вырубками надо заканчивать разговоре я уже несколько этих разговоров было но те фильмы там осталось 500 просмотров там 900 просмотров и они похоронены проходят года и там те же 500 никто больше туда не заглядывает на же затопило вот это вот вся по системы когда каждый начал скажу стал блогером каждый и теперь прорис попробуй вот поливкина уничтожает 33 миллиона этих самых 3 миллиона просмотров это 3 миллиона чек а может и больше научила убивать деревья прямом смысле убивать не то что там через пять десять лет еще так сказать спорно нет вот просто взять и уничтожить вот я благодаря за это а у меня эти же просмотров 500 но хорошо если старая тысяча бывало случайно 10 но это же не вся страна нам нужно менять школьную программу этих не переделать приравнять убийство дерево как чтобы к любой не мог подойти к дерево убить попробуй только у нас уже сосчитали этих букашек сколько поджег траву и фермеру насчитали 4 миллиона потому что посчитали ущерб сколько букашек сгорело ну деревья топили кто не лень пошли в лес вот палатку поставить раз смотришь пять десять этих самых березок молодых нету а это одна сторона запретить приравнять к убийству деревьев к убийству животных к убийству человека в конце концов и вторая сторона это все направить на то чтобы научить их вначале садить потому что миллионы садят миллионы дохнут миллионы садят миллионы дохнут вот из пустого в порожнее никому ненужная бесполезно нужная но бесполезная ненужная работа глупая научить детей людей садить деревья и наконец поставить задачу каждому посадить нет по одному по сто вот детям по сто и я это за я в школе садил с учителем я садил оттуда мои знания как правильно посадить единственное холмов тогда не сдали но как знали что такое выкопать ямы побольше что такое не побольше по размеру корней вот и учитель меня научил держишь а я корни расправил и засыпает так чтобы каждый корешок был так как будто еще и даже не это как будто бы даже и и не выкапывали вот даже это я помню все благодарю за внимание друзья школьную программу надо переделать школьную вырастить новое поколение и чтобы учитель так рассказывал как я сейчас рассказываю и такие же примеры и побольше и чтобы у детей слезы в глазах стояли и они хлились не дадим это не мучить ни животных не не растения ничего кажется я высказался все через пять секунд отключится поэтому я с вами не прощаюсь вот да здравствует милосердие данном случае